Привет всем! Пока бушуют страсти вокруг регистрации на визу в Чехию, посольство Чешской Республики в Киеве выпустило новую новость о пребывании иностранцев, которые остались работать в Чехии в период чрезвычайного положения. Об этом сегодня говорим в нашем выпуске. Не переключайтесь! Для тех, кто не в курсе, расскажу, что ранее на нашем канале выходила новость о том, что Чешская Республика продлевала визы тем людям, которые оставались в период чрезвычайного положения. Сначала это было до 16 июля. Так вот, ребят, до того периода можно было оставаться и по безвизу, и по рабочим визам. И вот буквально недавно вышла новость, что можно было остаться до 16 ноября. Была информация от подписчиков, что можно было оставаться до конца года. Честно, эта информация не подтверждена. То есть я эту информацию нигде не нашел. Но вчера буквально выложили новость на посольстве Чешской Республики в Киеве о том, кто может оставаться в Чехии до 16 ноября, и что нужно будет сделать. Поэтому переходим к этой новости. Буду говорить на украинском языке. Увага! Продолжение термину перебывания поширюется лише на иноземцах, которые на территории Чешской Республики перебывали в период с 12 березня 2020 по 16 липня 2020 на основе короткостроковой визы с метою працевлаштувания, або короткостроковой визы с метою сезонного працевлаштувания, або визы на перебывание понад 90 дней с метою сезонного працевлаштувания, або неотковые рабочие визы. То есть это обычные рабочие визы тип С и тип Д, на основании которых можно оставаться в Чехии до 16 ноября. Если вы заехали после 17 мая, когда закончилось чрезвычайное положение в Чехию, то это уже не подпадает под эти рамки. То есть эта информация уже подтверждена. И еще раз повторюсь, обязательно почитайте, кому интересно, эту новость под видео в описании, ссылочку я обязательно оставлю. Повторюсь еще раз, касается только это тех людей, которые здесь застряли в Чехии с 12 марта по 16 июля. Цими наземцам больше не выдаватимуть выездный ордер для забезпечения простейшего проезда через территорию других стран-членов Европейского Союза. Полиция Чехской Республики проставляет у закордонный паспорт витиск специальної печатки, как говорилось ранее, в штамп COVID-19. Витиск печатки засвідчивает толерантное, терпимое отношение до перебывания на земце с боку Чехии с метою информирования других стран-членов Европейского Союза в випадке транзитного руха через их территорию. Проте витиск печатки не забезпечивает автоматичное для надания возможности въезда на территорию данных держав. Таким чином, если вы покидаете эту территорию Чехской Республики, рекомендуется перед отъездом в приемную годину прибудеть в ближайшее отделение полиции в справах иноземцев для проставления витиска печатки. В отделение полиции в справах иноземцев здесь есть ссылочка, заходите, открывайте, смотрите свой регион и в те часы, которые там указаны, можете подъезжать и делать эту печатку. Это касается, опять же, тех людей, которые остались здесь в Чехии с определенными договорами. Обязательно, ребята, берите с собой договора, потому что могут спрашивать. Звертаем увагу, витиск печатки служит ли все для въезда из страны. После представления витиска печатки покиньте территорию Чехской Республики у строку 24 часа, потому что иначе вы поддаетесь подвищенному ризику покарания двух других стран, членов Европейского Союза, через территорию в которых вы поедете. Резюмируем ту информацию, которую сейчас я озвучил. То есть, ребята, первое, остаться могут только те люди, которые заехали еще в Чехию до 12 марта и застряли здесь в Чехии до 16 июля. Все остальные люди, которые приезжали по визам, у которых есть конечная дата визы, под эту информацию не подпадают, к сожалению, так. Даже если вам предлагает агентура продлить договор, остаться здесь до ноября, января и всех остальных месяцов, то это только на ваш страх и риск. Могут быть просто очень большие проблемы. Минимально это штрафы, максимально это депортация. Поэтому всю информацию, которую вы получаете от вашей агентуры, желательно проверяйте в Цезенецкой полиции. Это неоднократно писал и повторюсь еще раз. То есть если хотите реально остаться, позвонили на Цезенецкую полицию, телефоны все есть, часы работы есть, узнали, могу ли я остаться, не могу ли я остаться. На Ломаном Чешском вас поймут, поверьте, без всяких проблем. Нет, Google переводчик вам в помощь, написали предложение, перевели, записали себе там где-то на листике, прочитали, продиктовали, вам отдадут ответ. И все. То есть дальше обязательно при пересечении границ, если вы будете ехать автобусом, то нужна эта печать. Я рекомендую лететь самолетом. Да, это может быть чуть-чуть дороже, чем автобусом. Но опять же, не забывайте, что сейчас Словакия, Венгрия закрыли границы. Чехия тоже находится в зоне повышенного риска. Начинается вторая волна коронавируса. Поэтому лучше лететь самолетом, прямым рейсом, Прага, Киев, без всяких проблем. Если у вас будет эта печать, вам никто ничего не скажет. при пересечении границы в аэропорту. Вот такая информация, которую я хотел с вами поделиться. Если информация была для вас полезна, обязательно ставим лайки. Кто забыл еще подписаться на наш канал, обязательно подписываемся. Делимся этим видео с вашими друзьями. Продолжаем обсуждение в комментариях. Ну а у меня на этом все. Всем удачи, до новых выпуска. Пока-пока.